Не затягивать с выплатами компенсации, оценкой ущерба потребовал Владимир Путин по прибытии в Хакасию, пострадавшую от сильных пожаров. Президент встретился с людьми, чьи дома уничтожил огонь, а также провел совещание с чиновниками, которые занимаются ликвидацией последствий ЧП. Наш корреспондент Михаил Акинченко следит из-за поездки главы государства в регион. Каждый такой дымок означает, здесь стоял, жилой дом. Клещ продолжает до сих пор, несмотря на то, что после пожара прошло уже больше недели. В деревне Бейбулук до прихода стихии было около 30 дворов. Практически все сгорело дотла. Уцелели, да и то можно сказать лишь каким-то чудом, лишь два жилых дома и здание деревенского клуба. Одеяло, матрасы, раскладушки в клубе сейчас живут все вместе, те, кому некуда больше ехать. Сюда же снесли немногие уцелевшие продукты питания. Также не хватает сменной одежды и постельного белья. Продукты зайдите к Тане, пусть она постельная возьмет, может одеяло какие-то посмотрите. Жители деревни говорят, им еще повезло, спастись удалось всем, никто не пострадал. А приближение огненного смерча предупредил односельчанин, который, завидев черный дым на горизонте, решил съездить и посмотреть, что происходит. Валерий Шмидт вспоминает, он и предположить не мог тогда, насколько опасной для него самого окажется та поездка в степь. И все же ему удалось буквально на несколько минут опередить огонь. Жители Бейбулука успели покинуть дома, почти все сохранили документы. А вот в поселке Шира, где сгорело почти полтысячи домов, предупредить о приближении стихии не успели. На улицу выбегали, в чем были, рассказали спасенные Владимиру Путину в госпитале МВД, где разместился сейчас один из пунктов временного проживания. Ни у кого не сохранилось ни вещей, ни денег, ни документов. Свидетельство сгорело, сейчас в сельсовете говорят, давай свидетельство, в паспорте записано, что 35 лет с супругой прожили, и все. Значит, надо туда-сюда посылать. Чтобы минимальная бюрократия там была. Суды на месте, Владимир Владимирович? Будут гонять там за одного учреждения в другую. Нет, за начальность. Никому там, города, все, не центрально. Мобильная бригада организована, вы знаете. Да, вот нужно, чтобы сюда, с мобильной бригадой, в эти, там, другие точки ПВР приезжали, с людьми общались, вот так вот, конкретные вопросы ставили, когда люди ставят конкретные вопросы, чтобы быстро оперативно решать. Обязательно проконтролируют, чтобы это на практике было именно так, а не по-другому. А то, говорят, пообещают одно, а на практике там другое получают. Без жертв в республике не обошлось. Погибли в общей сложности 30 человек. Свыше 50 остаются в больницах. Четверо тяжело пострадавших отправлены на лечение в Москву. В правоохранительных органах сейчас выясняют, только ли стихия виновата. Под следствием несколько должностных лиц республики, которые отвечают за противопожарную безопасность. Правда, в разговоре с Владимиром Путиным пострадавшие их не винили и даже выступали в защиту. Приходишь в приемную, чтобы встретиться с главой администрации, например, говорят, что они на допросе, вызваны на допрос. То есть, вот я, например, считаю, что, наверное, не то время. Вы не переживайте за начальство, да? С начальством ничего не будет. Все будет нормально. Если люди не виноваты ни в чем, никто специально никого преследовать не будет. А если виноваты, пусть отвечают. Вот ответ простой. Просто так, если люди сидят на своих местах, не делают ничего уж. Но это одно дело. Если они выполняют свои обязанности целиком, но стихия сильнее нас, то это другая ситуация. И никто их для того, чтобы для формальности, для формы привлекать к ответственности не будет. Я попросил задавать эти вопросы. Мне где-то, может, отчасти стыдно. Мне просто хочется, чтобы мы... Посадите нас чуть попозже, дайте поработать. Накануне из резервного фонда правительства в Хакасию были перечислены почти 700 миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим уже начались. По 10 тысяч рублей каждому, кто оказался в зоне бедствия. А это примерно 7 тысяч человек. По 50 тысяч каждому члену семьи при частичной утрате имущества. По 100 тысяч тем, кто потерял все. Но важнее всего восстановить жилье. Около двух тысяч домов сгорели, привел последние данные глава государства. В самые короткие сроки нужно провести детальную оценку ущерба. Все люди опытные здесь собрались. Мы понимаем, что от этого зависит то, как быстро будет развернута работа по восстановлению жилья и инфраструктуры. Поэтому прошу не тянуть. И МЧС, местные органы власти, региональные, должны эту работу организовать как можно быстрее. Определить, какой объём средств потребуется на восстановление, как я уже сказал, транспортной и социальной инфраструктуры, а также на строительство жилья взамен уничтоженного пожара. Уже говорил об этом и в ходе прямой линии по телевидению. И сейчас хочу повторить. Необходимо завершить восстановительные работы к 1 сентября. С тем, чтобы у людей к зиме уже была крыша над головой, чтобы дети в школу могли пойти. И срок этот прошу выдержать. Степной пожар прокатился прежде всего по земледельческим районам республики. Люди потеряли семена, технику, погибло почти 10 тысяч голов домашнего скота. На восстановление всего этого также потребуются немалые средства. И проблему необходимо решать срочно, ведь впереди посевная. Важно обеспечить занятость людей, рабочие места восстановить, посмотреть, что можно сделать для помощи сельхозпредприятиям. Мы вот за руководителем республики сейчас говорили. Это поселки, люди на земле живут. Нужно помочь им восстановить поголовье утраченного скота и так далее, и так далее. Там задач много. Прошу федеральные органы власти оказать регионам все необходимое содействие. В том числе обеспечить своевременное выделение бюджетных средств на ликвидацию последствий пожаров. Сегодня же Владимир Путин встретился и с Надеждой Макаровой из поселка Биджа. Ее крик души во время прямой линии к президенту с просьбой о помощи мало кого оставил равнодушным. Восемь домов сгорело? Да. А людей куда-то все сейчас? Ну, люди у родственников, у кого есть родственники, у кого нету временные дома дали. Как бы есть дома без хозяина. Брошенных нету людей? Нет. У вас тут? У меня нормально, у меня хоть дом целый остался, что отстояли, да, дом. Уже покидая Хакасию, Владимир Путин пообещал, что вернется в республику через месяц-полтора, чтобы проверить, как идут восстановительные работы. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Александр Сойдов, Ольга Меркулова. Первый канал Хакасия.